Друзья, рад приветствовать вас на своем YouTube-канале Love Parfum. С вами Алексей, вы смотрите парфюмерный блог. Ну что ж, за окном у нас уже как месяц зима, и самое время поговорить про топ-5 нишевых ароматов. До этого я уже снимал вам видео топ-5 ароматов в люксе. Кто вдруг пропустил, обязательно посмотрите. Но там были зачастую мужские ароматы. Здесь же у нас будет подборка из пяти ароматов. Они нишевые, соответственно, они практически все унисекс, и отлично пойдут как мужчинам, так и женщинам. Но мне кажется, по большей части они все-таки такие больше мужские. Ну, собственно, напишите в комментариях, если вы девушка, пользуетесь ли вы этими ароматами. Ну, собственно, если вы мужчина, пользуетесь ли вы этими ароматами. Топ-5 в люксе. Я где-нибудь здесь ссылочку прикреплю, либо вот здесь вот наверху. Переходите, кто вдруг не смотрел, обязательно тоже посмотрите. Ну, а сегодня мы будем согреваться нишевыми ароматами. На зиму всегда хочется что-то такое теплое, коричное, табачное, немножко, не знаю, кожаное, чтобы можно было как-то эту зиму пережить и согреться. Будем согреваться вместе с этими ароматами. Перед началом видео, конечно же, друзья, не забудьте подписаться на мой YouTube-канал с каким-то причинами еще на него не подписаны. И бейте в колокол, чтобы не пропускать новые видео. И открывает топ-5 нишевых ароматов на зиму, конечно же, Ксержов Наксос. Встречайте подбурные аплодисменты этого красавчика, вот такого вот желтенького. Просто кайф. Зимой хочется, друзья, тепла, такое вот это уюта, согреться. И Ксержов Наксос приходит вам на помощь. Это аромат унисекс, он отлично подходит как мужчинам, так и женщинам. Но, по-моему, по большей части сейчас им пользуются активно мужчины, потому что постоянно мужчины спрашивают, как мне этот аромат, стоит ли его покупать. Да, однозначно 10 баллов. Очень интересное, красивое сочетание, которое вообще ничего нигде не перебивает. То есть здесь и мед, здесь и корица, здесь и лимончика положили, здесь и бобы тонка, и ваниль. Ну, по большей части он такой, знаете, корично-табачный и медовый. Такой с медовой прям прослоечкой. Вот любите мед, если, то вам этот аромат вообще должен понравиться. Ну, мед, он, знаете, он прям не вот, что прям мед, мед, мед. Ну, есть медовая нотка, но корица перекрывает, табачок перекрывает. То есть получается такой немножко сладко-табачный, гурманский, восточный, роскошный, согревающий, теплый ароматец. Что касательно, друзья, стойкости, то стойкость примерно 6-8 часов на вашей коже. И, конечно же, конечно же, есть шлейф. То есть сидешь, и прям он очень приятно шлейфит. Вот он очень ярко и прям очень классно пахнет на морозе звучит. Вот сейчас прям, ну, сейчас не такой прям мороз, но в мороз прям самое то. Сейчас тепло, я вот вышел на улицу, чтобы вам снять такой топчик. Ну, а следующий аромат, который вас будет согревать этой зимой, это тоже у нас, друзья, аромат унисекс. Отлично подходит для мужчин и для женщин. Это африканская кожа от Мемо. Один из самых популярных ароматов в марке. Мне еще очень нравится ирландская кожа. Ее тоже отлично можно использовать на зиму. Она будет немножко в другом топе. Я потом вам ссылочку обязательно покажу, потому что и ирландскую кожу, и африканскую я, конечно же, использую на зиму. Очень красивая композиция. Кожаный аромат. Пряный, теплый, удовый. Коричный тоже, согревающий с удом, с шафраном, конечно же, с кориандром, с кожей. Все это вы найдете в этом шикарнейшем аромате. Но, по большей части, почему-то он для меня очень пахнет сильно почулями. Он для меня какой-то зеленый. Вот эта вот пышность, зельность в нем присутствует. И вот, допустим, прям какой-то сильной кожи, да, или какого-то там прям мощного такого уда, как заявлено в аромате, я не слышу. Он, ну, такой достаточно тоже мягкий, приятный зимний аромат. Вот, конечно, аромат можно использовать вообще на любое время года, если он вам нравится. Но мне кажется, что эта композиция, она прям очень шикарно раскрывается именно зимой, потому что я вот его поносил в холода, и мне нравится это раскрытие. Ну, друзья, что касательно стойкости, около шести часов держит аромат, если вот так вот брать. Ну, бывает где-то до восьми, потому что, опять-таки, как вот нанесешь, да, потому что на локсевом изгибе, где-нибудь там на одежде это очень долго. Если вот здесь вот наносить его, то он где-то около шести часов держит. А так, в целом, достаточно стойкий, добротный, классный аромат, концентрация парфюмерной воды. Шлейф особо прям от него какого-то такого я не увидел, но на зиму можно смело, могу его вам рекомендовать, поэтому берите. Друзья, ну а следующий аромат коричневый, табачный, встречайте, подбурный, аплодисменты Parfum de Marley Irott. Вот, кстати, друзья, у меня есть обзоры на все эти ароматы, поэтому, если вдруг вам интересно более такое развернутое мнение большое, да, все по ноточкам там разложено, то посмотрите, конечно же, может быть, какая-то там даже история бывает, найдите эти все видео на канале и посмотрите. Ну а сейчас мы просто вкратце говорим про эти ароматы, которые я рекомендую на зиму. Это, по большей части, опять-таки, очень классный согрев, но с маленькой стойкостью. То есть, если вы не любите сильно такие шлейфовые, стойкие, насыщенные ароматы, вот прям душат вас, да, но хотите что-то такое зимой теплое, пряное, ванильное, удовое, табачное, коричное, потому что есть уд, табак, корица, ванилька, все нотки содержатся, то попробуйте, конечно же, Parfum de Marley. Машина едет. Это чисто такая мужская, как бы, история, я не знаю, ну, может быть, за счет сладости, потому что он сладкий все-таки, восточный, опять-таки, немножко гурманский, может быть, он и понравится девчонкам, но вообще это чисто такой мужской, брутальный, немножко тонкий, я бы сказал, аромат. Почему-то мне казалось, что ранее, он вышел в 2012 году, да, что ранее, когда я его слушал, где-то, может быть, в 15-м, в 17-м, мне казалось, что он более стойкий. А когда вот я уже взял полный флакон, да, может быть, как это переформулировка была, то, к сожалению, немножко меня его стойкость прям разочаровала, да, есть такое. Ну, а так, в целом, звучание очень классное, приятное, по-прежнему, в принципе, остается у меня пока что любимчиком Leighton, ну, и Ирод, поэтому на зиму неплохо. Шлейфа тоже нету, но стойкость 3 часа на моей коже. Пишите, как на вашей. Лавандово-кедровый, почульный ароматец, друзья, от Inisho Rehab. Это тоже очень шикарная версия аромата от Inisho. Мне здесь нравится, что этот аромат очень сильно похож на спецовую бомбу от Виктор Энрольф. Но это такая спецовая бомба, она более, короче, согревающая, более такая теплая, более насыщенная, более стойкая и более шлейфы, в отличие от спецовой бомбы. Если вы хотите более стойкий шлейфовый аромат с похожим звучанием на бомбу, то можно попробовать, конечно же, Rehab Inisho. Rehab это у нас, собственно, переводится как, грубо говоря, отдых, да, то есть как реабилитация. То есть, если вы устали от всех других ароматов, то попробуйте Rehab. И он, кстати, очень хорошо себя ведет зимой, потому что, ну, летом, вот весной, осенью его немножко задыхаешься, потому что он такой, ну, он пудровый, конечно, немножко пудровости в нем какой-то есть. Присутствует она, хотя вроде бы фиалочки здесь не заявлено, но, тем не менее, пудрово-табачный. И табака тоже, как бы здесь я не слышу, но табак очень хорошо и ярко прослушивается. Аромат унисекс, это аромат, кстати, отлично подходит как мужчинам, так и женщинам, поэтому смело можно его приобретать. И вот он прям такой лайтовый какой-то зимой, он так по-необычному интересно раскрывается, как, ну, я не знаю, даже специя бомбы так не пахнет. Если вас устали реально от каких-то таких тяжелых, вот всех тех ароматов, которые я вам только что перечислил, коричные, пряные, табачные, коньячно-восточные, там, вот такие вот всякие сандаловые, то попробуйте, этой зимой можно поносить смело рехаб, как бы разнообразие, тем более он сочетается, смотрите, с этой природой, да, с этим белым снегом, с этой шикарнейшей зимой, поэтому однозначно 10 баллов, а стойкость, друзья, ну, около 5-6 часов, аромат держит на мне, а концентрация парфюмерная вода. Друзья, ну и закроем нашу пятерочку еще одним классным согревающим, жарким, пылким терони от Орта Паризи, полтишок вот такой вот, концентрация духи, но это просто вообще это самое, я не знаю, что ни на есть зимний, согревающий, жаркий, вот только просто вот его вот так слегка наносишь, и просто огонь, дым, это дымность, это табачность, это удовость, это какая-то кожаность, накуренность, то есть всякие деревяшки ломаные, жареные, пареные, короче, лава, аромат лава. Кто-то в нем вообще гранат слышит, хотя пишут, что там малина, малина, где здесь как малина, не знаю, какая-то малина. Я здесь тоже гранат особо не слышу, очень такой тяжелый, сложный, брутальный, роскошный, мужской, дорогой аромат, хотя аромат опять унисекс, но я особо девушек не представляю, какие-то должны быть такие серьезные, не знаю, личности серьезные, дамы, потому что вот я не вижу вообще даму в этом аромате, молодую там какую-нибудь, да, девчонку, да и в принципе молодых парней не вижу, потому что этот аромат очень сложный, очень роскошный, дорогой, богатый, ну что про него сказать, слушайте и наслаждайтесь, согревайтесь этой зимой этим ароматом. Шлейф охрененный, то есть идешь, прям идешь, идешь, а вот он шлейф, а вы видите, шлейф он, а стойкость, друзья, ну тоже она такая, вот кто-то говорит, что не стойко, но я бы сказал, что он один из стойких ароматов в Орд Паризе. Ну да, не 2-4 часа, как Коуим, но тем не менее 10 часов, 8, 8 прям таких хороших, 10, чуть больше даже, он будет с вами. Ну что ж, друзья, огромное спасибо, что вы посмотрели это видео от начала и до конца я немножечко подзамерз, бегу домой греться и монтировать видео, но ароматов я, конечно, на себя сегодня нанес, очень много, поэтому ими согреваясь. В общем, мне от вас что нужно, напишите в комментариях, как вам топ-5 ароматов на зиму в нишевой категории, нравятся они вам, не нравятся, считаете ли их подходящими на зиму и напишите свой топ нишевых, чем вы вообще пользуетесь, какими ароматами вы согреваетесь этой зимой. Ну и, конечно же, друзья, не забудьте подписаться на мой YouTube-канал, если какие-то причины на него еще не подписаны, и бейте в колку, чтобы не пропускать новое видео, подписывайтесь на телеграм, на инстаграм, на все остальные соц.сети. Ну и, конечно, друзья, с наступающим вас 2024 годом! Новых вам открытий в 2024 году и, конечно же, новых парфюмерных открытий. С Новым годом, друзья! Ура!